Здравствуйте, дорогие земляки! И завтра, 14 марта текущего года, в Элисте в 13 часов дня начнется шествие, а затем в 14 часов дня митинг на Площади Победы. Шествие начинается от Белого дома, так называемого. Будем собираться там в час дня в течение 20 минут. Затем двинемся по Аллее Героев, не спеша. Придем на Площадь Победы к 14 часам и в 14 часов начнем митинг. Я специально обращаюсь ко всем нашим землякам, чтобы смело шли для участия в этом шествии и в этом митинге. Так как информация, которую распространила РИА Калмыкия о том, что митинг запрещен, она относится к митингу 15 февраля. Дело в том, что было подано два уведомления. Одно уведомление на 14 февраля, другое на 15. Так вот, митинг на 15 февраля, марта, на самом деле отменен, поскольку 15 марта там будет проводить свой митинг наш официоз. 14 завтра мы проводим митинг под девизом «Защита достоинства законных интересов и чести калмыцкого народа». Вы сами представляете, почему именно такая цель, почему такая тема. Это связано с теми событиями, которые происходили в течение последнего года, я бы даже сказал. С того момента, как временно исполняющим главой республики был назначен Бату Хасиков, нашу республику в политическом смысле трясет. А в экономическом смысле дело дошло до полной стагнации. Я со всей ответственностью заявляю, что Бату Хасиков – нулевой руководитель. Вот как сейчас Путин обнулил свой срок, так же нам назначив Бату Хасикова, обнулили нашего руководителя. За год произошли, я повторяю, негативнейшие события. Сначала его помощники Мизит и другие обозвали наш народ баранами. Потом был назначен вот этот человек Дмитрий Трапезников, который сбежал из ДНР. Неизвестно, где скрывался. И только в апреле прошлого года стал гражданином России. И уже в сентябре его назначили к нам, исполняющим обязанности главы города Элисты. А сейчас наши депутаты, Элистинские, проголосовали за человека, который не имеет права занимать эту должность. Не имеет права занимать эту должность по российским законам. Потому что у него нет необходимого стажа работы, как муниципальной службы, так и государственной, именно в России, в Российской Федерации и именно в Калмыкии. И третье событие, которое взбудоражило нашу республику – это гнуснейшее и подлое выступление Штыгашева. Председателя Верховного Совета Хакасии, на которое должным образом так и не отреагировали наши руководители. Ни Бату Хасиков, ни Народный Хурал, ни правительство республики. По всем этим поводам возмущенная общественность проводила митинги, писала петиции, обращалась в Генеральную прокуратуру, прокуратуру республики, в Следственный комитет. И в принципе подвижки только пошли небольшие в отношении Штыгашева. Я, например, лично получил письмо о том, что Следственный комитет Красноярского края и Хакасской республики, там у них один Следственный комитет, занимается вопросом привлечения Штыгашева к уголовной ответственности. Получили мы также письмо из Украины о том, что там тоже есть силы, которые занимаются прошлым Дмитрия Трапезникова. И возможно, что мы получим все-таки с Украины точное сведение, является ли он гражданином Украины, не отказался ли он от гражданства. Если он не отказался от гражданства, продолжает являться гражданином Украины, то это третий повод, чтобы его снять с этой должности. Поэтому я повторяю в заключении, опять обращаюсь ко всем, кто меня видит, обязательно ко всем, кто возмащен всеми этими событиями, происходившими в течение последнего года, приходите к Белому дому, собирайтесь, совершим шествие и проведем митинг, на котором примем очередную резолюцию, но будем добиваться исполнения этой резолюции. Я думаю, если мы не остановим наши акции, если мы будем продолжать настаивать на своей позиции, то мы все равно в конце концов своего добьемся. Добьемся от решения от должности Трапезникова и добьемся привлечения к уголовной ответственности Штыгашева. А следующий шаг – это от решения от должности главы республики Хасикова. Я, например, на этом буду настаивать. Спасибо за внимание. Сколько произошло минут? Недолго? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»